И в этот месяц, Рамадан, после того, как Всевышний Аллах сказал кусульман совершать пост, случилось великое событие, а это битва при Бадре. В этот месяц до Медины дошла весть о том, что с Шамы идет караван, состоящий из тысячи верблюдов, охранять который 40 человек и руководителем которого является Абу-Суфиад. И Всевышний Аллах, Субханаму Атали, так предопределил, что этот караван не был похож ни на один караван, который был до него. А особенность этого каравана была в том, что в этом караване все-все курайшиты собрались в этом караване. То есть все курайшиты, кто были в Мекке, собрали деньги и отправили в Мекке. То есть у каждого курайшита или у каждой семьи в Мекке была доля в этом караване. Поэтому все волновались за этот караван, все заботились. То есть не было ни одного дома, который бы не дал свою кушу, не дал свою долю в этот караван. И пророк, когда услышал об этом караване, сказал сахабам, предложил, никого не обязывал, сказал, кто хочет выйти со мной, выйдем. И здесь мухаджиры и ансави обычно с пророком, салву Аллаху Алейхи, ва салли. В это время в Мекке дочь Адуль-Утталиба, и как тетя пророка, салву Аллаху Алейхи, ва салли, видит ссор. В этом сне она видит, что приходит какой-то человек и кричит, о вероломные, я али гады, я али гады, кричит, о вероломные, о вероломные, готовься к смерти через три дня. Потом этот человек как будто пришел сначала на край Мекке и кричал, то есть это она так видит, сон, о вероломные, о вероломные, готовьтесь к своей смерти через три дня. Потом этот человек подходит к Абе и кричит, о вероломные, о вероломные, готовьтесь к своей смерти через три дня. Потом поднимается на гору Абукайс, это на котором сейчас находится дворец царя, и кричит, о вероломные, о вероломные, готовьтесь к своей смерти через три дня. Потом берет камень и бросает в сторону Мекке, этот камень как бы крошится и в каждый дом попадает. Она очень испугалась. Ужасный сон. И когда проснулась, мечтала своему брату, Аббасу, и рассказала ему об этом сне. Аббас сказал, никому отец он не рассказывай. Потом сам Аббас пошел и рассказал своему другу Уалиду ибну-отбай. И когда рассказал никому не рассказывай, Уалид ибну-отбай пошел рассказал своему отцу Удбу. Ну, если секрет уже дальше двухпошел, то уже как по секрету всему свету. И таким образом этот сон распространился. И на следующий день Аббас вышел делать то, Когда делал талаф вокруг Кабы, Абуджахов сидел с господами Курошитов, и они обсуждали этот сон. И потом Абуджахов, когда увидел Аббас, он сказал, «О, Абуфаду, когда талаф свой закончишь, садись рядом с нами, поговорить надо». Аббас не знает, что Абуджахов знает его сон. Когда он закончил талаф, подошел, что случилось? «Что это говорит, что-то выговорит, о семейство Абдулталь, во много у вас пороков развилось?» А он говорит, «От вас». А в чем дело, говорит? Кто говорит, мужики у вас пророчествовали, теперь женщина пророчествовала ему сделать? Я не понял, что хочет сказать. Сон говорит, «А, тебе, твои сестры, какой сон?» Он говорит, «Ты же вот такой, такой, такой сон, она же видела вот так-то». Он потом замолчал, ничего не сказал. Потом Абуджахов сказал, «Олла, если через три дня ничего не случится, мы среди всех арабов напишем послание всем арабам, и скажем, что самые вруны среди всех арабов – это дом Ибну Абдултальба». Аббас ничего не мог сказать, встал, ушел. Потом женщины, женщины из племени Абдултальба собрались вокруг Аббаса и сказали, «Ты что, ты как позволил ему говорить так о нашем семействе, о нашем роде туда-сюда?» Потом Аббас сказал, что через три дня, если действительно ничего не случится, я сказал вообще, и забью этого Абуджаха, покажу ему, чтобы он больше так не говорил, и решил уже так. Через три дня Мекка ждет три дня. То есть Мекка теперь каждый день ждут, случится что-нибудь или нет. В это время Абдул Суфьян очень осторожен. Пророк знает, что Мухаммад выходит со своими людьми и караулит эти караваты очень осторожно, и посылает где своих разведчиков сам хоть ищет. Пророк тоже вышел искать этот карават и посылает двух сахабов. Это был Бузбус и Амр и Ади Ибну Абизарда. Бузбус и Ади приехали к колодцу Бадра и увидели там две женщины разговаривать, и один мужик рядом с ним не дали после этого. Эти две женщины рабыни были, с друг другом сборили. Одна говорит, ты мне вот когда отдашь эту вещь, которую ты мне взяла? Она говорит, улай, вот сейчас, говорит, скоро караван придет. Я говорю, не куплю и тебе верну. Они послушались, сели и ушли, то есть узнали, что караван уже близок. В это время Абу Суфьян тоже подходит, когда они уже отправились, подходит к этому колодцу и видит там мужик, ты, говорит, кого-нибудь здесь видел? Улай, говорит, двое были, вот тут, говорит, посидели, ушли, со мной не разговаривали. Тогда Абу-Суфьян подошел, смотрите, профессионал, подошел и начал искать это место, где стояли кони этих двух сахарок, и увидел навоз, и взял навоз, и начал его украшить, и увидел там кости фиников. И сказал, кто из арабов, кое-кормица, и скотины финиками? Только мединцы, почему? Потому что у них очень много фиников. То есть, смотрите, действительно профессионал. И он уже был осторожен, вернулся туда, к своему каравану, и сказал, что надо как-то предупредить курашитов. Тысяча вербудов это тоже не шутки, не погонишь, быстро-быстро. И он выбрал такого самого профессионала, как говорится. Бывают люди, например, какую-то новость так до людей доносят, что все могут узнать самого такого профессионала, который разносил новости. И был один человек, которого звали Данда, им был Амар. И он им сказал, иди, расскажи об этом курашитах, чтобы они послали войско. Данда отправился быстро-быстро в Мекку, когда он доехал до Мекки, около Мекки остановился, снял с себя одежду, надел ее назад и наперед, разорвал всю одежду, порезал верблюдо. Все не залезал, просто порезал рано. Взял кровь, обмазал все верблюдо, себя всего обмазал. Представьте такой, ну, действительно ужасный вид. И зашел в Мекку и начал кричать, «Аль-Гаус, аль-Гаус, аль-Латыма, аль-Латыма» во все горло. Когда Мекканзи видели, что-то случилось, что-то начали собрать, потом он пошел к Абе. «Что случилось, что-то случилось». Он ни с кем не разговаривает. Он говорит, «Аль-Гаус, аль-Гаус, аль-Латыма, аль-Латыма». Еще больше Мекканцев собралось. Потом пошел на горе, Абукувайс, встал на час, «Аль-Гаус, аль-Гаус, аль-Латыма, аль-Латыма». Когда увидел уже все и все Мекканцы собрать, что-то случилось. Он им рассказал о том, что там Мухаммад, саллаллаху али-хи, он сам сейчас нападет на этот каравар. В это время Аббас делал талах. Это уже был третий день. И он уже ждал Аббуджану. А он не слышал вот этого Бандова. Потом он зашел домой, когда вышел в зону, увидел Аббуджану идет. И он ему тоже навстречу идет. Ну, все, давай. И так нас тросли, сводит Аббуджану идет, и убежал, короче. Чего он не испугался, что ли? Потом побежал за ним и услышал о том, что рассказал вот этот Бандов. И здесь все-все-все господа Хурошитов начали собираться. Все взяли оружие, все начали собираться. Уже там такие сборы идут неким. И все уже готовы были выйти. И все господа Хурошитов уже вышли, кроме двух. Абулях не вышел из господ Хурошитов, не хотел он выходить. Однако был один человек там, он должен был ему деньги. Он сказал, что я тебе прощу свой долг, с условием, что ты скажешь, что ты от моего имени вышел. Сказал, ладно. А второй, кто не вышел, это был человек, который звали Умай и Бнухали. А история такова, что одно время до Хиджри в Саабе Бумас дел Талах. И когда Умай и узнал, что мусульманин, начал его ругать. Он Талах делал, ты, говорит, нас ругаешь, да? Однако, говорит, намного хуже, говорит, вещь я тебе сейчас скажу. Он говорит, что за вещь? Знаешь, говорит, наш пророк сказал, что мы тебя убьем. Но он испугался, короче. Очень сильно испугался. А где в Мекке убьют? Или, говорит, за мне, как-то было, не знаю, не сказал. Он не сказал, что мы тебя убьем. Поэтому Умай побоялся выйти в этот день в битву. Однако прибежал и его друг, такой весь в поту, прибежал, смотри, Умай сидит. Там около Каба со своими друзьями разговаривает. Не собирается. Звали его Абу-Май. Ты что, говорит, сидишь? Ты что, женщина, что ли? Все собрались. И начал его ругать, короче, унижать. Он потом сказал, да будешь, ты прокнет. Пошел, начал собираться тоже. И вышел вместе со всеми Курайшитами. Когда уже все Курайшиты собрались, перед выходом из Мекки, все остановились. У них была одна проблема. Один из людей из Кананы убил однажды одного Курайшита. Потом брат этого Курайшита потребовал Дии. То есть, чтобы они заплатили как вот за убийство деньги, чтобы было прощено. возместил ему как бы. И действительно Кананы заплатили деньги. Потом этот убийца пришел один раз в Мекку делать талак. И этот брат убил этого Кананца. То есть, взял эти деньги, а зачем его убивать? То есть, уже зло сделал. После этого Кананцы сказали, отдайте нам этого убийцы. Порайшита сказал, нет, мы не отдадим. То есть, между ними уже начались такие натянутые отношения. И Кананцы объявили царю мыломатомстим. То есть, либо захватим Мекку, то есть, нападем на Мекку, либо одного из ваших господ захватим. Поэтому, перед тем, как Кананцы выходили, побоялись, что кананцы на них нападут. И начали сомневаться. Некоторые говорят, нет, вот выйдем на нас, нападут, сейчас мы все выйдем. В это время приходит сам Иблис в виде Сурака Ибнумалик. Сурака Ибнумалик был из кремни Джушам. И Джушам, они сами были из Канары, то есть, из земли Канары. И Сурака Ибнумалик на его историю рассказывали, это тот, который следовал за пророком саллаллаху алейхи вассалям, когда он делал хиджру. Однако, это не он сам пришел, однако, Иблис пришел в его виде и сказал, что не бойтесь, я защищу вас от племени Канана, от племен из Канана. И даже Всевышний Аллах Иблис Наталья рассказал об этом в Коране, где Всевышний Аллах Иблис говорит, И вот Сатана разукрасил им их деяния и сказал, нет победителя над вами сегодня среди людей и я буду защитником для вас. Таким образом, Иблис хотел, чтобы вот эта действительно битва произошла, чтобы разломать эту религию. Пророк Салаваху алейхи вассалям не знал же о том, что Курашиты выходит. Он же только караван же вышел за факт. Он взял с собой с ним было только 314 человек и с ними было всего лишь 70 верблюдов. То есть трое по очереди садились на верблюдах. сначала один двой идут пешком, потом второй двой идут пешком, остальные шли пешком и всего лишь два коня с ними было. Однако Курашиты вышли воевать. Они собрали войско с 950 человек. Каждый был на верблюде. Еще с ними были кони, еще взяли с собой женщин, которые им пели и настраивали на войну. Пророк не знал про это. И в это время, когда Курашиты вышли, Всевышний Аллах с Панаталием и посылал с Гибрилем весть о том, что Курашиты вышли с войском. Пророк собрал всех Сахаров и сказал о том, что вышло войско. И сказал о люди сказал подскажите мне. Здесь стал Абубакар и сказал хорошие слова. Убазан к Аллаху мы будем воевать, мы готовы. Очень хорошие слова. Пророк сказал Саам очень поблагодарил его. И сказал о люди подскажите мне. Потом стал Аумар и тоже сказал слова подобные Абубакар. Пророк очень поблагодарил его. После этого встал Микудат Ибну Амар. Даже Сахари который рассказывает этот хадис сказал что Аллах это самые любимые слова которые я слышал. Те слова которые сказал в тот день Микудат Ибну Амар. Микудат Ибну Амар сказал о посланник Аллаху Аллаху сказал куда ты нас не поведешь что тебе приказал Аллах делай. И мы не скажем тебе как сказали Бану Исраэль Муси то есть иди ты твой Господь воюйте а мы здесь будем сидеть поистине мы тебе скажем Иди ты и твой Господь и мы будем вместе с вами воевать. И Аллах сказал если ты нас поведешь до места которое называется Биркалю Гимат мы пойдем с тобой. Биркалю Гимат это место в Йемене. Между Мединой и местом Биркалю Гимат 14 племен огромных арабских племен которые воюют против ислама которые ненавидят ислама и он сказал мне брат что если ты хочешь мне не одну битву с тобой а все 14 битв готовы воевать. Пророк сам очень его поблагодарил потом сказал о люди посоветуйте мне. Все кто трое встали были мухаджа. Пророк сказал Аллаху когда сказал потом встал 4 это был посланник Аллаху наверное ты имеешь ввиду нас ансарах. Почему потому что пророк когда ансары давали присягу давали присягу что они будут охранять его где в медине и пророк сам боялся что может его только так поняли а сейчас мы не в медине может быть не хотят за меня защищаться однако посланник Аллаху сказал если ты даже по морю нас поведешь мы готовы за тобой идти когда пророк услышал этот от ансара очень обрадовался и сказал не зашло знамение радость что либо мы караван возьмем либо мы победим войско и все очень сильно обрадовались пророк собрал всех сахабов и они отправились в путь дошли они до места которое называлось удва тут дунья и там пророк сделал стад для своего войска картеры то есть мушреги бурайшиты шли с юга и пришли на место которое называлось удва тулькусла и удва тут дунья находилась на севере то есть со стороны медины удва тулькусла находилась на юге со стороны мекки и два этих места были близки к месту которое называлось бадр то есть колодцы которые назывались бадр И эти места бы состояли из гор. То есть это место было долина и горы. То есть не открытая долина, однако холмы и горы. Поэтому они друг друга не видели. Абу Суфьян, когда узнал, что пророк Салабаху Алейхи Русалим вышел, изменил свою дорогу и отправился в сторону Красного моря. И между горами, Иджаза и Красным морем по берегу повел свой караван. И все эти три группы, то есть отряд пророка Салабаху Алейхи Русалим, отряд курошитов-мушриков и караван Абу Суфьяны, никто ничего друг о друге не знает. Несмотря на то, что они были очень близки друг к другу, однако все были один за горой, другой за горой. То есть один на севере, другой за горами на юге, третий за горами на западе. И Всевышний Аллах, Субханаху Ат-Аля, описывает этот момент в Куране, в Суре Анфаль, в 43-м аяте, примерно следующий смысл аятов. И вот вы были на месте, которое называлось Кудуату Ад-Дунья. И они были на месте, то есть курошиты, аляудуату Ад-Кусва. А путники, то есть каравана Абу Суфьяна, ниже вас. И если бы вы назначили срок, то разошлись бы в его времени. То есть так предопределился Всевышний Аллах, Субханаху Ат-Аля, что три эти группы были вместе, однако никто ничего друг о друге не знал. Пророк, салаллаху алейкум асалям, искал караван Абу Суфьяна и отправил в разведку нескольких сахабов. Когда сахабы подошли к колодцу Бадр, увидели там двух молодых мальчишек, парней, взяли их в плен, привели. В это время пророк, салаллаху алейкум асалям, совершал молитву. Они начали их бить. Вы откуда? Они говорят, мы из армии Курошитов, из войск Курошитов, с нами 10 тысяч войск. Они их начали бить. Нет, вы из каравана Абу Суфьяна. Нету Аллаху, они клянутся, клянемся Аллаху, мы из армии Курошитов, из Мекки. Нет, вы, говорит, из каравана Абу Суфьяна. Так сильно их начали. Ладно, ладно, говорит, мы из каравана Абу Суфьяна. И они их отпустили. Когда пророк, салаллаху алейкум асалям, закончил молитву, дал салям, субханаллах сказал, когда они вам правду говорили, вы им не поверили. Когда они вас обманули, вы их отпустили. Почему ж, на что это указывалось? То есть, все равно у сахабов внутри не было желания воевать. Потому что они вышли против, или вышли захватить каравана Абу Суфьяна. Мы не вышли воевать. Таким образом, это вскрыло то, что было в душах некоторых сахабов. Когда Абу Суфьян скрылся со своим караваном, он отправил некоторых людей искать войско Курошитов, чтобы они сообщили им о том, что я вскрылся. То есть, когда он по западу ушел, он как получился уже за войском Курошитов. И как бы между ним, между войсками Мухаммада саллаху алейкум саллаху стояло 200-тысячное войско Курошитов. Когда эти посланники нашли войско, объявили им о том, что караван Абу Суфьяна спасся, сразу же некоторые племена, одной из них была Абу Сухра, сказали, что мы пришли спасти свои деньги, наши деньги спасены, мы воевать не будем. И все племя Абу Сухра ушло. Ни одного человека из племени Абу Сухра, то есть из мекки, из рода Абу Сухра не осталось. Племя Бану Хашим тоже начали возвращаться, сказали, мы пришли спасти свое имущество. И мы не будем воевать, мы что будем воевать против Сухра, так как пророк Саллаху алейкум саллаху тоже был из Бану Хашима. Они тоже развернулись и ушли, кроме некоторых, которые побоялись, что их Курошиты опозорят, то, что вы оставили Курошитов. И среди них был Аббас, рода Аллаханку, однако в то время он был еще театром. Хаким Ибн Хузан подошел к Удбе Ибн Урабе, они оба были мушриками-катрами, и начал с ним разговаривать. Хаким сказал Удбе, зачем нам здесь оставаться? Мы же пришли свое имущество спасать. Нам надо отсюда уходить. Потому что если мы сейчас начнем воевать с войском Мухаммада, потом вернемся в Мекку и будем друг на друга смотреть, как на убийцу своего отца, на убийцу своего брата, на убийцу своего дяди, потому что много из мусульман были их неносновниками. Удбе сказал, что ты говоришь правильно, я скажу всем Курошитам, чтобы они возвращались. Потому что Удбе был влиятельным человеком среди Курошитов. Тогда он подошел и сказал о Курошите, мы пришли спасать наше имущество. Абу Суфьян послал к нам людей, сказав нам о том, что он спасся, нам надо возвращаться. Абу Джахид сказал, нет, мы не будем возвращаться. Смотрите, человек, которого пророк саллаху алейхи вассалям назвал фараон этой гумбой. В это время в Мекке не было хозяина, то есть не было главного. Каждый хотел быть хозяином, или каждый хотел управлять Меккой, и это была возможность для Абу Джахи, то есть показать себя. Сказал, нет, мы не будем возвращаться. Некоторые сказали, нет, будем возвращаться. Тогда Абу Джахи позвал человека, который звали Амир Хадрами. Амир Хадрами, мы рассказываем на прошлом уроке, его сын был убит в Сарии, или в том войске, который послал пророк саллаху алейхи вассалям под управлением Абу Лейб Джахша. И мы сказали, что эта Сария вышла в месяц Раджик. И они убили, захватили караван, когда там из шести человек состояло войско, захватили караван, запретный месяц. Помните эту историю. И в этой битве первым, кого убили сахабы, был сын этого Амира Ибн Хадрами. И Абу Джахи говорит, Амир, ты так доставишь, что все ушли, ты забыл смерть своего сына? Когда Амира Ибн Хадрами сел в середину войска, начал кричать, выйти, ложить себе пыль на землю, сказать, о горе, о горе, говорит, вы оставляете месть за моего сына, о плаги, если бы чей-то ваш сын был бы убит, вы бы так не оставили. Это действительно повлияло на Курасшитов. Тогда многие Курасшиты вернулись. То есть это был секрет того, что Курасшиты многие не вернулись в Мекку. И как мы говорили, Курасшиты начали готовиться к битве. Ни мусульмане, ни каферы, мы как говорили, не знали о местонахождении друг друга. Торок, салаллаху алейхи ассалям, выходит вместе с Абубакром в разведку. САА. Они подошли к колодцу Багр и увидели там одного старика. И спросили, расскажи нам последние новости, которые ты слышал. Этот старик сказал, а кто вы такие? Они сказали, если ты нам расскажешь, мы тебе скажем, кто мы такие. Тогда-то старик сказал, до меня дошло, что войско из Мекки вышло в такой-то, такой-то день, в такое-такое место. А если тот, кто мне об этом рассказал, правдив, тогда они находятся за этой горой. То есть в месте, которое называется Удва-Тукусва. И также я слышал, что войско Мухаммада вышло в такой-то, такой-то день, и в такой-то, такой-то день они были в таком-то, таком-то месте. И если тот, кто сообщил мне об этом, правдив, тогда войско Мухаммада находится за этой горой. Тогда пророк Аллаху алейхи ассалям спросил его, а где Абубусуфьян? Он сказал, про него я ничего не знаю. Субханаллах, скрылся, потому что Абу-Суфьян, как на прошлом уроке говорили, был очень хитрым человеком и очень умным человеком. Тогда этот старик спросил, а вы откуда? Кророк сказал, мы из воды. Тогда тот араб сказал, наверное, это какое-то арабское племя. Кророк сказал, алейки вассалли не соврал ему, потому что мы знаем, что Всевышний Аллах создал всех из воды. И это называется таурия. То есть, видишь, когда ты говоришь человеку что-то, и ты правдив в этом, однако он это понимает по-другому. После этого пророк, салаллаху алейки вассаллим, собрал свое войско, и они уже приблизились к колонцам Бадра и встали наверху. Тогда к пророку, салаллаху алейки вассаллим, подходят сахаби, которые звали Хаббаб, и спросил, о посланник Аллаха, это место откровения от Всевышнего Аллаха, он тебе сказал в этом месте остановиться? Или это война, хитрость и твое мнение? Правоку, салаллаху алейки вассаллим сказал, война, хитрость и мое мнение. Тогда Хаббаб ибн Мунзир ему сказал, я тебе посоветую, чтобы мы спустились к колодцам Бадра. И закрыли все колодцы и оставили самый хороший колодец, и окружим его и сядем прямо на него. И если придут мушрики, им не будет воды, чтобы пить. Этот колодец будем держать мы. Тогда пророку, салаллаху алейки вассаллим сказал, ниамарай, то есть самое хорошее предложение. И они действительно так сделали. Сахабы собрались, засыпали все колодцы и оставили один центральный колодец. В эту ночь все сахабы заснули, и у них не было воды. То есть они еще до этого колодца не дошли, как бы сверху были, только закрывали колодцы. И пророк, салаллаху алейки вассаллим, то есть его армия стояла сзади, приказывал, чтобы воду таскали из колодца. И приказал, чтобы сделали вроде бассейна, чтобы если битва начнется, с глубокого колодца доставать много проблем с этой. Сказал, сделайте как бы бассейн, широкое место, чтобы вода выходила, чтобы легче было набирать воду. И в эту ночь, то есть в ночь, которая пришла, все сахабы заснули, и снизошел дождь. То есть сахабам, чтобы не ходить к этому колодцу, Всевышний Аллах, Субхану Атали, по своей милости сниз посылает дождь. И дождь прошел легкий, то есть он не навредил мусульманам. Земля в том месте была пыльная, она как бы стала ровная, и не было никакого вреда. Однако в том месте, где были картери, пошел очень сильный дождь, и земля превратилась в густую глину и густую грязь. Также в эту ночь, как мы сказали, сахабы и пророк, саллаху алейкум ассалям, все заснули. То есть мы знаем, когда человек что-то волнуется, переживает, не может заснуть, однако чудом все заснули, на всех не зашла дремота. Даже рассказывает один из сахабов, который охранял в то время войско, семь раз падал меч с моей руки. То есть он стоял, сторожил, семь раз падал, так он засыпал. И Всевышний Аллах с Пан Аталия описывает этот случай в Коране, в Суре Ат-Фаль в 11-м аяте. «И вот он покрыл вас дремотой, в знак безопасности от него, и низвел вам с неба воду, чтобы очистить вас ею, и удалить от вас мерзость сатаны, и чтобы укрепить ваши сердца, и утвердить этим ваши стопы». Затем пророк, саллаху алейкум ассалям, приказал всему войску приблизиться к колодцу Бага. Здесь пророку, саллаху алейкум ассалям, то есть уже утром, подходит сад и думаз, ради Аллаха, и говорит о послании к Аллаху. «Поистине там в едине остались братья, которые не знали то, что будет. Если бы они знали, что сейчас будет, они бы вышли с нами. Поэтому я тебе о послании к Аллаху предлагаю, мы останемся здесь, а тебе в задней войско построим ариш, как бы палатку, и приготовим тебе коней, если мы проиграем, ты сядешь на коней и поедешь в Медину, потому что там есть кто тебя поддержит, и чтобы ислам продолжался. А если мы выиграем, то хорошо». Тогда пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, «Не Амарай, ты прав», сказал, «Очень хорошее мнение». Здесь пророку, саллаху алейкум ассалям, то есть уже утром, подходит сад и думаз, рады Аллаху, и говорит, «О послании к Аллаху, поистине там в едине остались братья, которые не знали то, что будет. Если бы они знали, что сейчас будет, они бы вышли с нами. Поэтому я тебе о послании к Аллаху предлагаю, мы останемся здесь, а тебе сзади войска построим ариш, как бы палатку, и приготовим тебе коней. Если мы проиграем, ты сядешь на кони и поедешь в Медину, потому что там есть, кто тебя поддержит, и чтобы ислам продолжался. А если мы выиграем, то хорошо». Тогда пророк, саллаху алейкум ассалям, сказал, «Не Амарай, ты прав», сказал, «Очень хорошее мнение». После этого ансары построили пророку, саллаху алейкум ассалям, эту палатку, и пророк, саллаху алейкум ассалям, начал раздавать знамена. То есть уже войско готовит, начал раздавать знамена. И знамя досталось Али, Тады, Аллахангу, Мусабу ибну Майру и другим сахабам. То есть между ансарами и мухачами раздал знамена. Здесь, в это время, подходят урочиты к Бадру. И увидели, что войско Мухаммада уже готово, встали недалеко, хотели попить, видят, что все колодцы закрыты, а главный колодец держит пророк, саллаху алейкум ассалям, с сахабами. И два войска начали готовиться к битве. Пророк, саллаху алейкум ассалям, начал взывать Всевышнему Аллаху, субханаху атаалям, в своей палатке. Начал совершать молитву, делать дуа и говорить, о, Всевышний Аллах, если ты погубишь эту группу сегодня, тогда не будет больше на земле никто делает тебе поклонение. И так сильно начал делать дуа, что он никогда так дуа не делает. Даже Абубак родил Аблан, и он в то время был с ним, пожалел его, о, посланник Аллах, не надо так себя утружать, поистине Всевышний Аллах, субханаху атаалям, тебя так не оставит. Потом пророк, саллаху алейкум ассалям, подошел к войску и приказал всем встать в один ряд. То есть не делал армию, как говорят, например, перед, зад, правый планк, левый планк, нет, построил всех в один ряд, как в молитве. И здесь случился один случай. Когда пророк, саллаху алейкум ассалям, построил этот ряд, он посмотрел, и был один из сахабов, родил Аллаханху, с животом, кузатый. И он действительно немножко встал, и как бы ряд такой, куза, торчит. И пророк, саллаху алейкум ассалям, подошел, ему палку сказал, ну-ка зайди на место. И тогда тот отошел и сказал, по посланник Аллаха, ты меня ударил, я хочу в Касас, то есть хочу тебе отомстить. Разве нам не так по Исламу приказано? Сахабу, иудвануллах, иалейкум, на нем зорин. С ума сошел, что ли? Это же посланник Аллаха, колова не работает, что ли? Нет, это, говорит, мое право. Он же мне больно сделал же, теперь я хочу отомстить. Это, говорит, мое право. И начал настаивать. Когда пророк, саллаху алейки, он сказал, да, он прав. Держись палку, поднял рубашку, открыл живот, бей. И тот сахаби, рады Аллаху, прыгнул и поцеловал его в живот. Пророк, саллаху алейки, удивился, сказал, Субханаллах, а чего ты это сделал? О посланник Аллаху сказал, ты знаешь, в каком исчез положение. Может быть, я сейчас умру. И последнее, чтобы я хотел это приблизиться и прикоснуться твоему телу. Субханаллах, видели любовь, послали любовь сахабов пророку, саллаху алейки, и когда пророк, саллаху алейки, и саллим, построил войско, и курошиты приготовили тоже свое войско, и как это было принято у арабов, это было принято во всех народах, то, что начинались поединки. То есть, армия сразу одна на другую не нападала, те выводят своих героев, эти выводят своих героев. И первый, кто вышел от курошитов, был человек, который звал Асфад ибн Абдул-Асад Аль-Махзуми. И он вышел и сказал, клянусь, что я не вернусь к вам до тех пор, пока не попью из Бадра. И когда он рванул к Бадру, ему навстречу вышел Хамза ибн Абдул-Мутталиб рада Аллаху дядя пророка саллаху алейки и саллим, и долго с ним не мучился, ударил его два раза и отрубил ему ноги. Тут упал, пополз к колодцу без ноги, попил, и Аханза его добил около колодца. После этого Курашиты вывели, или из Курашиты вышел Худба ибн Рабиа, его сын Валид ибн Рудба и брат Худбы Шайба ибн Рабиа. Это были как один из господ Курашитов. И они сказали, кто выйдет против нас? Сразу же вышла при Анцара Муас ибн Афра Абдулла ибн Абираллах и Ауф ибн Афра. Тогда спросили, и они закрытые кольчуга, вы кто такие? Они сказали, что фулян, 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 то есть такой, такой, такой. Сказал, вы самый лучший, то есть вы господа Анцара, вы господа из Медины, однако мы хотим наших родственников. Тогда пророк сказал Абайди ибну Харису ибну Абдуллах ибну Талибу сыну дяди пророка саллаху вставай. Потом он поднял Хамзу и сказал вставай, потом поднял Али и сказал вставай. Когда они вышли сражаться, Абайди ибну Харис ибну Абдуллах ибну Абдуллах ибну Талиб стал сражаться с Удбой Хамзой Шейбой Али с Уалидом. Самый первый, кто победил это был Али Радуяллах за несколько ударов он завалил Уалида. Потом Хамзе завалил Шейбу, однако Абайди и Удбе начали драться и ударили друг друга мечом и оба упали. То есть один справа, другой слева и оба упали. И оба до сих пор дышат. Тогда Хамзе и Али Радуяллах побежали к ним и добили Удбу и забрали Убайду. Однако Абайди Радуяллах скончался и он был один из первых шахидов, которые умерли при Бадре. Когда Хурошиты это увидели, сразу три господина Хурошитов погибли. После этого не хотели и Абуджах сказал, что надо нам все вместе нападать. Тогда Пророк приказал всем сахабам встать на колени. Сказал, все встаньте на колени, щитов мы так сказали было мало, оружия сахабы с собой взяли мало. Сказал, по двое, по трое закройтесь под щитами. Если вас будут Хурошиты стрелять стрелами, они будут попадать в эти щиты, а когда они к вам приблизятся, вы как рваните и бегите на них. Когда Хурошиты это увидели, Субханаллах, очень удивились, потому что среди арабов была принята война, это бежать, убегать, нападать, убегать, а тут сидят на колени. Это что за война? Очень удивились. Однако это была просто профессиональность нашего Пророка Салаллаху Алейхи И мы рассказывали в первых уроках, что Всевышний Аллах предопределил, что Пророк Салаллаху всем вещам научился и даже научился как воевать. И здесь с Курошиты остановились и Абуджамли приказал не нападайте, бросайте стрелой. И первая стрела попала в раба, которая принадлежила Умару и он погиб. Также он был одним из первых шахидов. Одна стрела прилетела, никто не знает откуда она прилетела, попала Хариса ибну Сурака и он погиб. И рассказывает о том, что мать Хариса ибну Сураку пришла после битвы Багр и спросила у посланника Аллаха саллаху алейхи и саллим о посланник Аллах скажи мне где мой сын? То есть он шахид? Он в раю или не в раю? Почему? Потому что он погиб до битвы, до того, как началась схватка. Тогда посланник Аллах саллаху алейхи и саллим сказал вархаки горе тебе он не в раю он в раях он в раях и поистине он в фердаус аля в самом верхнем слою рая поэтому сказал успокойся она ему до этого сказала скажи мне он в раю или в другом если он в раю тогда я буду терпеть а если он не в раю тогда Всевышний Аллах узнает что я буду делать то есть кричать волосы рвать в те времена это еще не было запрещено в исламе однако потом Всевышний Аллах субханаху алейхи запретил это затем пророк после того как урошиты перестали бросать стрелы а чепа приказал сахабам нападать сам пророк отошел к палатке и начал делать сильное дуа во время битвы произошли некоторые события первое пророк когда сахаба встроил говорил давайте нападайте он им сказал ваулах хоть кто из вас если умрет в этой битве сразу же попадет в рай в это время один из сахабов имя которого было Умайр ибн Хаммам ушел в финики и он когда кушал сказал что ты сказал посланник Аллах ну-ка еще раз повтори сидел ушел посланник Аллах алейхи сказал о Умайр во Аллах кто бы из вас не был убит в этой битве сразу же попадет рай и он держал в финик сказал о посланник Аллах неужели говорит между мной и рай меня только разделяет то чтобы вот эти меня убили даст тогда он начал в устрофинке если я буду ждать пока доем эти финики жизнь еще длинная и сразу же выскочил навстречу курашитов и сразу же был убит ради Аллаху англа то есть смотрите до чего у них было желание получить шагаду до чего они стремились к рай то есть бросил эти финики сказал если я буду ждать пока я эти финики доем а рай вот здесь перед носом бросил эти финики и вырвался воевать против курашитов пророк саламаху алейхи начал делать очень сильно два очень сильно начал просить по Аллаху субханна алейхи здесь на него снизошла дремота на некоторые минуты потом он начнулся и рядом с ним был Абубакар и он сказал о Абубакар радуйся о Абубакар радуйся он сказал что случилось посланник посланник Аллаху в Аллахе спустился джибрилю с тысячами ангелов воевать против курашитов это была первая война в которой спустились ангелы воевать на землю тогда пророк саламаху алейхи вышел из палатки взял песок и бросил в сторону курашитов и потом тот кто был кафиром в то время после того как принял сам рассказывал кто бы из курашитов не был в этой битве всем попал в глаза песок то есть пророк салам взял маленькую кучку и бросил однако всем попал в глаза песок и об этом всевышний Аллах говорит сурья примерно с места следующих аятов и не ты бросил когда бросил однако Аллах бросил пророк когда войско отправилось крикнул сказал не убивайте абуль бухтыри и дно хишан почему мы помним что абуль бухтыри это был тот который сорвал источник вкады когда урошит объявили всему племени абдулмуттали бойкот и пророк саллаху алейхи ассалям то есть уафа чтобы отблагодарить абуль бухтыри за это дело сказал если его встретите не убивайте также он приказал никого не убивать с племени ибану хашим потому что он сказал они кухарадж мукрахин то есть их заставили выйти и также сказал не убивать он был еще кафир эти слова то есть когда приказы пророка разошлись среди войска мусульман дошли до человека который звали абу кузаефа ибну отба и мы сказали что отба был убит только когда начал сбит когда он услышал об этом и сказал валлахи говорит сын убивает отца аббаса нельзя убивать валлахи если я увижу я ему разрублю яйцо мечом когда эти слова дошли до пророка саллаху алейхи саллим рядом с ним сказал аумар сказал аумар разве дядя пророка убивается мечом по лицу бьется лицом по мечу аумар сказал о посланник аллаха можно я отрублю голову этому мунафику то есть этому лицемеру потом абу кузаефа пришел к пророку и очень сильно извинялся сказал я не знаю как у меня выскочил это языка то есть я не хотел этого сказать просто ничего не сказал прости его и абу до тех времен пока не дошла то есть сколько он жил с пророком пока не дошло времени до битвы иамама это известная битва когда мусульмане воевали против мусальими казах уже пророка и он до тех времен боялся не знаю как я это сказал боялся очень что он сказал это такие слова пока в ту битву он не стал шахидом то есть смотрите боязнь сахаба одному слову пророка что-то против сказал до чего боится об наше время Субханаллах, мусульманин, когда ты ему говоришь, сказал пророк, он уши свои закрывает, отворачивается, еще хорошо, если он тебя поганим словом не назовет. А как были сахабы, рада Аллаху, Анху? Всю жизнь его одно слово грызла, и он боялся, что он действительно является мунафиком. Сахабы, рада Аллаху, когда дошли до них эти приказы, воевали, и здесь один из сахабов, имя которого было Муджазир, увидел Абуль Бухтари ибн Ахиша, и сказал, о Абуль Бухтари, и он стоял рядом со своим другом, сказал, отойди, наш пророк приказал тебя не убивать, он сказал, а моего друга, нет про твоего друга, ничего не сказал. И он напал на его друга, тогда Абуль Бухтари начал защищать своего друга, этот Муджазир сказал, отойди, я тебя не могу убивать, он говорит, ага, оставь с моего друга, нет твоего друга, я убью. И начал воевать, потом Абуль Бухтари напал на Муджазир, Муджазир защищался, защищался, ему пришлось убить Абуль Бухтари, чтобы тот не убил его. Потом он пришел к посланнику Аллаху алейхи вассаляму и сказал так, так, если бы я не защищался и если бы я его не убил, то он бы меня убил. Посланник Аллаху алейхи вассаляму ничего ему не сказал. Также рассказывается во время битвы, Абдурахман ибн Ауф рассказывал, что я стоял во время битвы и рядом со мной стояли два молодых парня. Одного из них звали Муаз, другого звали Ауф. Одному из них было 15 лет, другому было 16. И я пожелал, ой, если бы рядом со мной были два здоровых мужика. То есть два маленьких парня, как бы не солидно. И тут один из них говорит, я, о дядя, знаешь ли ты Абуджахда? Он сказал, а зачем тебе Абуджахда? Аллах, я слышал, что он ругал нашего пророка саллаху алейхи вассаляму. И он, говорит, удивился. Второй мне задал этот же вопрос. И здесь я себя, говорит, почувствовал, как будто я стою между двумя тиграми. Потом, когда они меня попросили, если ты увидишь, покажи. Он сказал, хорошо, я покажу. И здесь я увидел, Абдурахман ибн Ауф, говорит, человека, как дерево внесу. То есть такой здоровый, и вокруг него много-много курочитов охраняет. Почему? Потому что он руководит этой армией. И тогда я сказал, вон, видите вот того человека на верблюде? Они сказали, да. Вот это вот Абуджахда. И говорит, я не успел договорить, как они, как две стрелы рванулись. И они подбежали и начали долбить своими мечами это войско. Все растерялись, никто их ниоткуда не ждал. Подбежали к Абуджахду, ударили по его верблюду и начали бить Абуджахда. Каждый ударил Абуджахда. Абуджахда упал, он еще не умер, но очень сильно был ранен, разрубленный, упал. Когда они начали отходить, курочит увидели, напали на них. И Ауф сразу же его убил, сын Абуджахда и Крима, рады Аллахангу. В то время он еще был кахером. А Муас, рады Аллахангу, когда отступал и дрался с ними, ему отрубили руку. Однако не отрубили до конца, и его рука повисла, как бы на коже. И он отходил, начал драться, подхошел туда, к своему войску. Опять напал, эта рука тащилась, и очень его больно делала. Потом он, рады Аллахангу, наступил на свою руку и рванул, оторвал свою руку. Субханалла, 16 лет, смотрите, какие действия в наше время. Субханалла, 40 лет, 30 лет, мужики такие вещи могут делать. Субханалла, действительно, эти были тигры, это были львы. Это было войско Всевышнего Аллаха, Субханаху Атала. Так Всевышний Аллах, Субханаху Атала, в семье, в их сердцах. Любовь к пророку, саллаху алейхи, любовь к исламу. Когда Абуджамли упал, Курашиты увидели, что их главный упал, испугались, начали отходить. Здесь сахабы начали бить Курашитов, кого-то схватили, 70 человек сахабы убили, 70 человек взяли в плен. Некоторые начали убегать. И здесь уже сахабы, когда видели, что Курашиты начали убегать, начали собирать трофеи. И Абдурахман Ибну Ауфа, когда увидел, что уже нет никого, начал собирать щиты. Сказал, это очень хороший трофей. В это время он увидел Умай Ибну Халефа и его сын стоят. И Умай Ибну Халеф начал кричать ему, я Абдууд, я Абдууд, то есть раб Ууда. Так звали Абдурахмана Ибну Ауфа в Мекке. Однако, когда он принял ислам, он сказал, что я это имя не хочу. А как твое имя? Он сказал, что мое имя Абдурахман. И ему Убайи говорил всегда в Мекке, я не знаю, кто такой Рахман. Я, говорит, тебе Абдулля лучше буду называть. И он начал кричать ему, Абдулуд, Абдулуд. И он не отзывался, а потом говорил, Абдулля. И он повернулся, что хочешь? Хочешь, тебе лучше будет дверь, трофей, чем твои щиты. Он сказал, что ты имеешь в виду? А тот стоял с оружием, возьми меня и моего сына в плен. Абдулрахман обрадовался, что это лучше. А один из господ Курасшитов, мой пленный, бросил щиты, побежал к ним. Те отдали свое оружие и довольны их ведет. Здесь им навстречу попадается Белял. А Ума Ибну Халев это был хозяин Беляля и тот, который мучил Беляля. Это мы рассказывали в первых уроках, как Ума Ибну Халев мучил Беляля. И Беляль, когда увидел, сказал, Ва Аллахи, на нажалку иннаджа. что Аллах ей говорит, я не спасусь, если он спасется. Либо я, либо он, либо он умрет. Тогда Авдорахман сказал, подожди, успокойся, это мой пленный. Какой вот пленный мне, какое дело? Ты же говорит, Аллах, и потом побежал с сахабом, концаром, говорит, хотите я покажу, кто меня в мельке мучил? А он им раньше рассказывал, и очень злые были, цар. Где, говорит, там, он побежал, они увидели, сказали, мы его убьем. Авдорахман сказал, это мой пленный. Нет, они сказали, мы его убьем, начали подходить. Тогда Авдорахман увидел, сказал этому, Амай, ложись, ложись, он лег. Потом он прыгнул на него, лег и сказал, что это был пленник. Сахаба, рода Аллаханва. Такая мне хаваса была, такая неность. Они начали его сбоку поднимать, этого тянуто, он зацепился. И даже бедному Абдорахману ибн Ауфу ногу поранил. Но Амайу закололи. То есть до того ненавидели этого Амайу. Тогда Авдорахман ибн Ауф сказал, гафар Аллаху не беляли. Да простит Аллах беляли, я из счетов лишился, и пленного лишился. Всевышний Аллах, как мы сказали, в эту войну послал ангелов. Тысячу ангелов во главе с Джибрилем, алейхиссалям. И пророк Салаваху, алейхиссалям, сказал, после битвы хотите ли вы узнать тех, кого убили ангелы? И сказал, раны, у которых обожжены, знайте, что это следы ангелов. Многие мужики, они видели, что у них, например, рука или голова отрубленная, как будто огнем, потому что у ангелов огненные мечи. И один из сахабов рассказывал, что я во время битвы намахивался мечом, однако голова улетала перед тем, как я отрублю. Также один из сахабов рассказывал, имя которого было Хайзум, слышал славу, поймись, Хайзум, и знал, что это никто из наших не говорил. Поворачивался, там был кафир, я его убивал, и пророк Салавах сказал, что это тебе помогали ангелы. И эта битва, единственная, в которой воевали ангелы, салаватуллахи, алейхим. Также они участвовали в битве при Хунайне, однако не воевали. Они всего лишь напросто были неспостны, однако не воевали. А в битве Батр ангелы принимали прямое участие вместе с верующими в этой войне. Один из арабов, имя которого было Каббас Иднуаша, жил недалеко от места, которое называлось Батр. И когда он увидел войско пророка Салаваху, алейхим и войско Курашитов, готовиться к войне, ему было очень интересно. И он залез на высокую вершину, на один из холмов, и сел наблюдать за этим боем. И он посмотрел, сказал, что Курашитов много, мы сказали, что их пришло тысяч, однако некоторые роды или некоторые семьи из Мекки вернулись, не участвовали в этой войне. Все равно количество Курашитов было намного больше, чем мусульман. И Каббас решил, что Курашиты победят мусульман. И думал, сейчас будет битва, и эти проиграют. И сел смотреть. И битва продолжалась всего лишь около двух часов. И когда Каббас увидел, как мусульмане начали убивать Курашитов, и как Курашиты развернулись и начали убегать, он сказал, надо же, я никогда не видел ничего подобного этому. Смотри, они убегают от них, как женщины, то есть от мусульман. Однажды рассказывается, что Каббас пришел к мусульманам. Это было уже через несколько лет. И пророк, салулаху алейхи ва салям, увидел его и сказал, о Каббас, не ты ли присутствовал на битве Бадар? Каббас сказал, да, я присутствовал. А помнишь ли, что ты сказал? Он говорит, что ты имеешь в виду? Не ты ли сказал? Смотри, я ничего сегодня удивительного этого не видел. И смотри, как они убегают от них, то есть от мусульман и вовлю Курашитов, как женщины. И Каббас сказал, в Аллахе, я никогда никому это не говорил, это я даже вслух не произнес, это у меня только в душе эти слова было. Сказал, свидетельствуй, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты посланник Аллаха. То есть эту вещь никто не мог знать, кроме Всевышнего Аллаха. И Субханна Хуата Аля не спасла или внушила это нашему пророку Саваллаху, алейхи ва салям, те слова, которые сказал и о которых подумал Каббас ибну Ашам, радуя Аллаху Анну. После битвы, или после окончания битвы, как мы сказали, были пленные. Среди пленных был Аббас ибну Абдул-Муталиб, радуя Аллаху Анну, в то время он еще был кафиром. И арестовал его Абдулла ибну Маз'уд. И когда увидели Аббаса, а Аббас был очень сильным человеком, очень здоровым, крупным человеком, Абдулла ибну Маз'уд, известно, что это был как одним из самых маленьких сахабов. Даже его голени, радуя Аллаху Анну, когда сахабы видели, как бы смеялись, так вот до того он худенький был. И он вел Аббаса, и Аббас так ввел себя, как будто скрученный, и как будто его какой-то еще здоровее два раза его скрутил. От боли стонал прям. А ибну Маз'уд спокойно его ввел. И люди, когда увидели, спросили, Субханаллах, Абдулла, то есть ибну Маз'уд, как ты арестовал этого человека? Он же такой здоровый, настолько, настолько раз здоровее тебя. Аллах говорит, не знаю, я подошел, взял его за руку, он сразу же сдался, скрутился, и я его, говорит, привел. Тогда люди начали спрашивать у Аббаса, Субханаллах, ты такой здоровый, не мог с них и маленьких справиться. Тогда Аббас сказал, Аллах, как он меня только за руку взял, я боялся, что моя рука сломается. Тогда пророк, сау Аллаху, алейхи Иусанне, посмотрел на Абдулла ибну Маз'уд, и сказал, ой, ибну Маз'уд, не радуйся, то есть, и не думай, что ты такой сильный, однако тебе ангел помог. То есть, не ты арестовал Аббаса, а ангел его арестовал. То есть, не думай, что ты такой сильный, что ты так скрутил Аббаса, ради Аллаху, а ангел. Затем, пророк, сау Аллаху, алейхи Иусанне, приказал взять мертвых курашитов, или тех 70 господ курашитов, которые были убиты в Адре, и всех их закинуть в одну яму. Потом, также, пророк, сау Аллаху, алейхи Иусанне, обернулся на пленных, и увидел в числе пленных, человека, которого звали Назур ибн Харис. И мы о нем говорили, это тот человек, который в Мекке, когда пророк, сау Аллаху, алейхи Иусанне, садился, чтобы делать алат людям, чтобы призывать людей к исламу, он садился и начинал рассказывать всякие сказки. Поговорили, что он был путешественником, и приезжал людям, рассказывал всякие сказки. И говорил, что я рассказываю сказки, и Мухаммад рассказывает сказки. То есть, до того он вредил пророку, сау Аллаху, алейхи Иусанне, и он был одним из первых врагов пророка, салуллаху, алейхи Иссалд speechнеп are最後 alaithai. И пророк, салуллаху, алейхи Иссалд Евгende, бы сказал алия, что бы он его убил. И алии, надеumi ісаллим, там же его и на месте убил. Также у тридцепленных был Огба, ибну Муай. О нем мы рассказывали, когда пророк, салуллаху, алейхи Иссалд mittel его, его среди пленных, рассказал тем сахапам, кто там присутствовал, что сделал regba с ним в Мекке, и рассказал о том, что однажды Рогба, когда пророк Салаллаху Алейхи Ассалям совершал молитву, положил ему на голову внутренности зарезанного верблюда. То есть кишки, кровь, после того, как зарезали верблюда и вспороли ему брюхо, все, что достали из верблюда, Огба взял эти внутренности и положил на голову пророка Салаллаху Алейхи Ассалям. Мы об этом рассказывали. Также он сказал о том, что однажды Огба подошел к нему, в то время, когда пророк Салаллаху Алейхи Ассалям совершал сажда, то есть пал нить перед Аллахом, И наступил ему на шею. Даже пророк, саллаху алейхи васалям, сказал, я чуть ли не почувствовал смерть, то есть как будто бы он меня, чуть ли он меня не задушил. Когда сахабы слышали это, услышали это, встал один из сахабов, имя которого было Асам, Ибн Сабид, и сразу же убил Огба. Огба начал кричать, за что вы меня убиваете? Я же, говорит, среди пленных, меня не надо убивать, почему вы других не убиваете? Однако он был одним из самых первых врагов ислама, одним из самых первых врагов пророка, саллаху алейхи васалям, поэтому он был убит. Труп Умайи ибн Халеха, и мы рассказали на прошлом уроке, когда его взял Абдурахман ибн Ауф, оставил щиты, арестовал его, а потом его увидел Беляль, радаиллаху, с группой панцаров, и они просто-напросто растерзали Умайю. Когда его начали тащить, он моментально, сразу же после своей смерти, вздулся. Когда его начали тащить, то есть берут его за часть тела, и эта часть тела отрывается. То есть таким быстрым образом он начал гнить Умайи. Так Всевышний Аллах, саллаху алейхи васалям, его наказал. И сахабы даже не знали, как его потащить в эту яму, и пророк, саллаху алейхи васалям, сказал, оставьте его, просто-напросто закидайте его камнями. Затем, когда пророк, саллаху алейхи васалям, приказал сахабам, идуануллами алейхи, закинуть всех этих господ Курашид Абьяму, пророк, саллаху алейхи васалям, начал призывать, говорить, о Абуджа, о Удба, о Шейба, о Валид, о Абуль Бухтари, о Ухба, о Наза, то есть начал перечислять имена всех господ Курашид. Нашли ли вы то, что обещал вам ваш господь истинный? Ведь поистине я нашел то, что обещал мне мой господь истинный. Здесь Умар, когда услышал, что пророк, саллаху алейхи васалям, обращается к мертвым, сказал, о послании к Аллаху, а разве они тебя слышат? И пророк, саллаху алейхи васалям, сказал, у Аллахи, о Умар, поистине они услышат меня не хуже, чем ты сейчас слышишь меня. И как передается в некоторых хадисах от некоторых сахабов, то, что Всевышний Аллах, субханаху атаали, в этот момент вернул им их слух, то есть не оживил их, а однако вернул им их слух. То есть, когда они видели после смерти, они, конечно, сразу же вступили в наказание, чтобы еще больше им было унижения, чтобы еще больше они почувствовали то горе и то положение, в котором они находятся. После этого пророк, саллаху алейхи васалям, посылает гонца Медину о том, чтобы сообщить, что мусульмане победили эту битву и что погибли все главы курошитов, которые участвовали, или все главные курошиты, которые участвовали в Бадре. А тот, кто первый пришел в Медку из курошитов, это был человек, которого звали Хайсуман ибну Абдилля Хузаи. Он вошел в Медку и начал говорить, убит Абуджа, убит Удба, убит Шейба, убит Ванид и начал перечислять имена. Курошиты даже не могли поверить, потому что курошиты знания тысячную армию отправили. Абду Суфьян живой здоровый пришел, то есть с каравана, даже не могли этого ожидать, они даже начали не верить. И некоторые люди, один из людей, который звали Сафлан ибн Умаи ибну Халифа, то есть сын Умаи ибну Халифа, сказал, что этот человек уже с ума сошел. Он врет, он с ума сошел. Говорит, если хотите проверить, но он уже своим словам не верит, скажите, спросите, говорит, а Сафлан где? То есть он сам Сафлан, и говорит, спросите Сафлан, вот увидите, он тоже сказал, что он убит. Тогда курошиты спросили, а где Сафлан? Он говорит, что вы смеетесь, вон же Сафлан, у клока вы сидите. То есть, тогда после этого начали подходить другие курайшиты и действительно подтвердили эту новость. И в то время в Мекке не осталось ни одного как шейта. Все старики и все господа курайшитов были в Бадре, кроме двоих. Это Абу-Суфьян и Абу-Лягаб. Мы знаем, что Абу-Лягаб не вышел, а Абу-Суфьян был скороват. И они двое, самые старшие, остались в Мекке. Сразу же Абу-Суфьян взял власть, то есть управлять над Меккой и управление Мекки в свои руки. И он приказал, что никто не должен плакать, запретился плакать. Во-вторых, сказал, никто не будет выкупать пленного. То есть, когда человек плачет, ему же все равно легче. То есть, когда кто-то умирает, когда плачет, ему же легче становится. А этот еще запретил плакать. То есть, до того уже была скорбь в сердцах курайшитов. В это время Абу-Лягаб приходит к жене Аббаса, который звали Ум-Муфат. И там был один из курайшитов, который участвовал в этой битве. И он пришел узнать, Аббас же его родственник же. Спросить Ум-Муфат, какие-нибудь новости об Аббасе есть, нет. И один из курайшитов, который участвовал в этой битве, рассказывал о битве. И там сидел один человек, он был Мауля Аббас. Мауля, мы говорили, что это человек, который был рабом, и его отпускает хозяин. То есть, например, Аббас, у него был раб, его отпустил Аббас, и он стал Мауля Аббаса. И этот курайшит сидит и рассказывает. И спросил у него Абу-Лягаб, кто больше всех вам навредил? У Аллах, говорит, был один человек с пером на груди. Он больше всех, кто поубивал Курайшита. Больше всех, кто рубил и ломал. Тогда у него спросили, а кто же это был? Мы, говорит, узнали, что это был Гамзе ибн Абдул-Мутталиб. Также он сказал, когда Абу-Лягаб спросил, а в чем же была причина вашего прогроша? У Аллахи появились люди в белых одеждах. Никто перед ними не мог устоять. Кому бы они подходили, не подходили, уничтожали. А человек, который там был, Абу-Рафи, он был мусульманином. То есть, Мауля Аббас. Однако он скрывал свой ислам и не говорил о своем исламе. Когда он слышал, так обрадался, и он даже вскрипнул, это же ангелы. Абу-Лягаб сказал, да проклянет тебя Аллах. Встал и начал его убить. И так сильно его начал убить, что даже Абу-Рафи кровь пошла. У Аллахи начал защищать его, оттягивать Абу-Лягаба. Отойди от него. Он от нее отталкивал и так сильно начал Абу-Рафи обидывать. То есть, до того ненависть. Представляете, какая злость. Как груст. Еще этот, ты еще, говорит, с ними, ты еще их поддерживаешь. Потом У Аллахи, жена Аббаса, ничего не смогла сделать, кроме как нашла бревно и ударила по голове Абу-Лягаб. После этого Абу-Лягаб с больной головой. Еще у него такая печаль. Такая злость. Пошел домой и заболел. Очень сильно заболел. И, как говорят, вроде чумой. Какой-то сильно заразной болезнью. И даже его сыновья, когда он заболел, в доме лежал, боялись к нему зайти, чтобы эта чума не перешла на них. Через несколько дней он умер. Как пришло в одном ревайте, через два дня после Бадра умер. В другом ревайте, через неделю после Бадра он умер. Потом он лежал и сразу же начал гнить. Вздулся. От него пошла боль. Люди начали говорить сыновьям Абу-Лягаба. Вы хоть закопайте своего царя. Он говорит, нет, мы боимся приблизиться, что на нас эта зараза перейдет. Он говорит, ну что, так же нельзя, это же ваш отец. Потом сыновья Абу-Лягаба залили его со стороны. То есть подошли недалеко и начали заливать его водой. Потом, чтобы вот этот огонь чуть-чуть из-за разы спала. Потом его забросали камнями прямо в доме. Так он умер, враг Аллаха. И мы знаем, что Всевышний Аллах, Субхан Атальмис послал насчет его суру, которую читаться будет до судного дня. О том, что ему еще при жизни был обещан огонь. Среди первых был человек, который звали Сугайль ибн Амбр. И он был хатыб-ль-Араб. То есть человек, который обладал хорошим языком и всегда призывал курашитов или поднимал курашитов против пророка, Саллаху Алейхи Рассалям, и против мусульман. Когда Умар, Радай Аллаху Амб, увидел его, прибежал к пророку, Саллаху Алейхи Рассалям и сказал, о посланник Аллаха, позволь мне, я его убью. Тогда пророк, Саллаху Алейхи Рассалям, ему запретил, сказал, нет. Можно, говорит, я ему тогда зубы все выбью? Он говорит, зачем? Чтобы он больше ничего никому не мог говорить. Тогда пророк, Саллаху Алейхи Рассалям, сказал, не надо, может быть, он что-нибудь сделает хорошее. И действительно рассказывается, что Яума Ридда, когда умер пророк, Саллаху Алейхи Рассалям, когда некоторые арабы отошли от религии Аллаха, он был одним из главных или одной из причин, когда он поддержал мусульман в Мекке, чтобы они не отреклись от религии ислам. Поэтому он принял ислам, и хорошим был его ислам, и он много сделал для ислама. Пророк, Саллаху Алейхи Рассалям, как мы сказали, посылает сахабов, и он послал Абдулла ибну Ар-Раваха, и с ним одного другого сахаба посадил на свою верду, да и отправил их в Медину сообщить о том, что мусульмане победили в этой битве. Когда они зашли, они не сказали, что вот битва была. Они начали кричать, умер поганный Абуджар, умер такой, убит такой, убит такой. Начали перечислять имена всех хурасшитов, которые были убиты, или имена тех господ хурасшитов, которые были убиты в Адре. Никто в Медине этого не знает, то есть не поймут, потому что все знают, что Пророк Саласнам вышел с сахабами, чтобы захватить караван Абу-Суфьяна. То есть такая связь с караваном Абу-Суфьяна. И как эти умерли, никто ничего не знает, начинает их спрашивать, они ничего не отвечают, кроме как говорят, что убит Фасик Абу-Джар, убит такой. Даже те твора, которые были в Медине, начали петь наш виду, убит Фасик Абу-Джар, убит Фасик Абу-Джар. Потом, когда уже собралось много народу вокруг этих двух сахабов, они рассказали о том, что случилось. Однако кафиры, мунафики, лицемеры и евреи не могли поверить, потому что это для них тоже было ударом. Как так? Такая большая армия. И проиграли Мухаммаду. Нет, говорили, это ложь. Однако Мухаммад убит. Однако эти пришли, чтобы как бы поддержать мусульман. То есть не говорят им прямо о смерти Мухаммада, о долине, о доказательстве тому, что Мухаммад погиб, то, что они приехали на его верблюде. И начали распространять этот слух. Когда дошел этот слух до одного из мусульман, он сказал, в Аллахе, если ты, говорит, не заткнешься славному мунафику, я сообщу о том, что вы говорите пророку, саллаллаху, алейхи вассалям. Тогда мунафики замолчали. После того, как пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, собрался в пленных, он собрал сахабов, чтобы посоветоваться с ними, что делать с пленными. И спросил Умара. Умар, ради Аллаху, сказал, о посланник Аллах, «Пускай каждый возьмет из мусульман, выберет своего родственника, отца, сына, дядю, деда, и убьет его, чтобы знали каферы, чтобы знали неверные, что нет для них пощады у нас в исламе, что мы их будем наказывать за то, что они воюют против нашей религии». Тогда пророк, саллаллаху, алейхи вассалям, удивился такой жестокости Умара и спросил Абхуакры и других сахабов. Они сказали, нет, мы их поменяем. То есть, пускай каждый, кто, например, родственники смехи заплотят, и мы их отпустим. После этого Всевышний Аллах с них послал аяты, в которых он объявил выговор пророку, саллаллаху, алейхи вассалям, и тем сахарам, которые противоречили Умару, рада и Аллаху. И Всевышний Аллах, субханнаху, сказал, то есть, аяты примерно следующего смысла, «Не годилось пророку иметь пленных, пока он не перебьет неверных на земле». Вы стремитесь к ближайшему миру, то есть, чтобы продать этих, как бы, пленных, или сдать, за них деньги взять. Однако, Аллах желает для вас в будущей жизни, то есть, Он хочет савап за их взять. Если вы убьете, то есть, возьмете савап. Аллах великий, мудрый. Если бы не Писание Аллаха, которое пришло раньше, то есть, то, что ганаем, трофеи, и пленные являются халалом, то коснулось бы вас за то, что вы взяли великое наказание. Это пришло в Суре Анфаль, 67-68 аят. Однако, затем Всевышний Аллах, субханаху ва та'але, простил это мусульманам. Мы сказали, что Суфьян объявил в Мекке о том, что никто не выкупает пленных. Сначала мекканцы терпели, молчали, а потом, как оставлять там их не родственники? То есть, у кого-то сын, у кого-то дядя, у кого-то муж, у кого-то брат. Не слушая Суфьяна, поехали выкупать своих родственников. Абусуфьян, у него тоже был сын. Однако, он уже не хотел своих слов отказываться, и тоже хотел этого сына как-то вытащить. Потом он сказал, нет, я не буду вытаскивать, то есть, не буду покупать, то есть, чтобы они моего сына взяли. Еще потом мои деньги взяли. Нет, сказал, я не буду забирать своего сына. И думал, что лучше сделать. Потом, в это время, один из мусульман приходит в Мекку делать умру. И он взял его в плен. И тогда даже курашиты удивились, сказали, О, Абусуфьян, ты как берешь плен человека, который делает умру? О, Аллахи, к нам больше никто из арабов не будет делать ни хадж, ни умру. Сказал, даже если никто не будет делать ни хадж, ни умру, я не отпущу его до тех пор, пока Мухаммад не оставит моего сына, или не отпустит моего сына. Также, одним из пленных был человек, который звали Абу Аси. Абу Аси был мужем за имя, рода Аллаханха, дочке пророка, это было до запрещения того, что мусульманка выходила замуж за неверного. И Абу Аси, у него никому было его выручать, и Зейна тогда послал ожерелье или какое-то колье. И это ожерелье подарила ей ее мать, Хадиджа, ради Аллаха. И когда пророк, салал Аллаху, Сахабы принесли ему это ожерелье и сказали, что это выкуп за Абу Аси, и он увидел ожерелье Хадиджа, ради Аллаханха, и заплакал. То есть, когда вспомнил Хадиджу, свою жену, ради Аллаханха, очень сильно заплакал. И потом сказал сахабам, если хотите, то можете его отпустить. И тогда сахабы, как бы и крамом, и расуле ля, то есть, проявляя щедрость, пророку, салал Аллаху, алейхи вассалям, отпустили Абу Аси. Абу Аси вернулся в Мекку, и у него были аманаты, или какие-то долги. Аманаты, то есть, кто-то оставил у него какую-то свою вещь на пронение. Он раздал эти вещи. Кому он был должен деньги, раздал долги, и вернулся в Медину, и принял ислам. И потом он сказал, что я не принял ислам в Медине, по той причине, чтобы не сказали, что я струсил, поэтому принял ислам, ради Аллаханха. В это время Джибриль, алейхи вассалям, пришел к пророку, салал Аллаху, алейхи вассалям, и разговаривал с ним, и спросил у пророка, салал Аллаху, алейхи вассалям, какое место у вас имеют те, то есть, среди мусульман, кто участвовал в битве Бадр. И пророк, салал Аллаху, алейхи вассалям, сказал, это самые лучшие среди нас. Когда Джибриль, алейхи вассалям, сказал, что также те ангелы, которые участвовали в битве Бадр, считаются самыми лучшими среди нас. то есть среди Агилы. И Всевышний Аллах Схан Наталья назвал этот день Йомуль-Фуркан, то есть как бы день различия. Как сказал Всевышний Аллах Схан Наталья в Суре Анфаль в 41-м аяте, примерно следующий смысл аятов, мы низвели нашему рабу в день Фуркан, то есть в день различия, в день, когда встретились два сборища. Рассказывается, что однажды к одному из ацаров, который присутствовал или участвовал в битве Баден, подошли люди и спросили, расскажи нам о этой битве. Он сказал, какая битва? Там были, говорит, какие-то гнилые старики, мы, говорит, за два часа всех раздолбили. Однако пророк, саллаху алейхи и ассалям, сказал ему, не говори так, это не так уж было просто. Это маля. То есть мы знаем в Коране, как говорится, Иушня Аллах Схан Наталья назовет маля, то есть как бы господа каумы и самые большие враги пророков. И последнее, чем бы хотелось закончить эту историю относительно Бадра, истории Абуджахли. Мы рассказали о том, что два парня во время битвы Бадр, которые стояли с Абдурахманом и Муауфом, спустились и ударили Абуджахли каждый по несколько раз мечом. Однако они не убили Абуджахли. И Абуджахли лежал раненый в битве. И пророк, саллаху алейхи и ассалям, приказал сахабам, ищите Абуджахли, потому что он думал, может быть, уращиты взяли и убежали вместе с Абуджахли. Взяли Абуджахли и унесли вместе с собой. И здесь Абуджахли нашел Абуджахли. Он лежал раненый, весь побитый, даже он не видел, как бы его глаза уже закрылись пеленой, и так много было крови. Абуджахли подошел к нему. Когда Абуджахли приоткрыл глаза, увидел, что кто-то стоит, и спросил, за кем сейчас стоит победа? И Абуджахли сказал, за Аллахом и его посланникам. И он сказал, нет им победы. Субханаллах, в таком раненом состоянии, как у чуть-чуть уже признаки, все равно у Али-Азу Абилла, смотрите, какое у него высокомерие было, какие он слова говорил. Тогда Ибн Масуд подошел и залез ему на грудь, хотел его убить. И он сказал, открыл ему глаза, сказал, не ты ли пас наших баранов? То есть он узнал Ибн Масуда. Субханаллах, смотрите, какого высокомерия. Ты, говорит, пастушонок залез выше, чем надо. То есть хочет сказать, что ты, пастушонок, на гору залез. Тогда Абдулла ибн Масуд, рада Аллаху, просто напросто отрубил ему голову. И как мы говорили, Абдулла ибн Масуд был очень слабым, очень маленьким, а Абуджахли был очень здоровым человеком. Даже рассказывали, что Абуджахли, когда стоял в сведерной, как дерево в лесу, то есть до того здоровый был человек. И Абдулла ибн Масуд отрубил ему голову и не мог его тело нести, поэтому отрубил ему голову и понес только одну вот эту здоровую голову пророку, саллаллаху, алейхи вассалям. И когда он принес ее пророку, саллаллаху, алейхи вассалям, и положил перед ним, пророк, саллаллаху, саллаллаху, увидел, Субханалла, чья это голова? И сказал ему Абдулла ибн Масуд, посланник Аллаха, это Абуджахли. Он даже пророку, саллаллаху, не поверил своим глазам и сказал «Аллаху лазилла и ляху ляху ты умеешь ли ты Аллахом, кроме которого нет божества?» То есть даже не поверил Ибн Масутра дала Аллаху, сказал «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества» и это Абуджахль. Тогда пророк сделал Всевышним Аллаху саджда шукрут. После этого то есть после битвы в Адр распространилась новость по всему арабскому полуострову потому что это действительно была великая битва как мы сказали, почти что все господа Курайшитов были уничтожены в этой битве и даже новость дошла до Наджаши и Наджаши собрал то есть царь Эфиопия собрал тех сахабов. Мы сказали, что сахабы когда были в Мекке, сделали хичру в Эфиопию и Наджаши собрал их и рассказал им о победе пророка и о смерти господ Курайшитов и сахабы очень обрадовались лакад джааакум расулу Продолжение следует...